С 25 октября в Ненинском округе ведут новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией QR-коды. Они уже опробированы во многих регионах страны. То есть для тех, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19, будет открыт доступ в кафе и другие общественные места. Решение принято на заседании оперативного штаба по предложению главы регионального Роспотребнадзора. Такая мера вводится в регионе на фоне тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавируса. Система QR-кодов поможет минимизировать распространение инфекции. Уровень заболеваемости в регионе превышает среднероссийские показатели почти в два раза. В целом у нас по региону рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован во всех возрастных группах. Рост идет у нас числа заболевших сейчас среди работников образования, торговли, общественного питания и другой деятельности, которая связана у нас с обслуживанием населения. В связи с этим, наряду с введением Роспотребнадзора МНАУ обязательной вакцинации против коронавируса определенных категорий граждан по эпидемическим показаниям, в регионе вводятся QR-коды на посещение общественных мест. К ним относятся спортивные и культурные объекты, предприятия досуга и организации общественного питания, салоны красоты, солярии, сауны и иные подобные объекты. С 25 октября для входа в указанные общественные места надо предъявлять QR-код о прохождении вакцинации не более одного года назад или перенесенном заболевании не более шести месяцев назад. Все нормально, все меры не зря, чтобы люди меньше болели. Ну, QR-кодов в любом случае нельзя вводить. Вот и не все люди одобряют ту завакцинацию. У меня медотвод, поэтому для меня QR-код тоже не совсем хорошо лично для меня. Но все-таки думаю, наверное, QR-коды. Впрочем, заменить QR-код может отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до предъявления. А вот справка о наличии медицинского отвода не будет являться пропуском для посещения вышеуказанных объектов. Граждане с медотводом могут посещать общественные места, например, при предъявлении QR-кода об отрицательном ПЦР-тестировании. Важно отметить, что на несовершеннолетних данные ограничения не распространяются. Однако в случае, если родитель будет сопровождать ребенка в перечисленной организации, он будет обязан предъявить QR-код. Введение в нашу жизнь QR-кодов – это альтернатива локдауну, когда закрываются все объекты для доступа граждан. При введении локдауна больше всего страдают предприниматели. Отсутствие посетителей приводит к убыткам. QR-коды мы, наверное, будем приветствовать, потому что если стоит угроза полного закрытия, полного локдауна, которые мы пережили в апреле, мае прошлого года, то лучше хоть что-то, чем ничего. Кроме того, в ходе оперативного штаба приняли ряд дополнительных антиковидных ограничений, предложенных Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского автономного округа в целях стабилизации эпицитуации. Так, период с 30 октября по 7 ноября объявляется нерабочими днями с сохранением заработной платы. Работникам, прошедшим вакцинацию, будут предоставляться два выходных дня на каждый этап прививки. Работников старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели коронавирусной инфекцией, на один месяц переведут на удаленный режим работы, либо на самоизоляцию. В общественном транспорте усилят противоэпидемические мероприятия. До 31 декабря 2021 года продлевается запрет на проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных подобных мероприятий с сочным присутствием граждан. Организации, оказывающие услуги общественного питания и досуга, будут приостанавливать работу с 23 часов до 6 часов утра. Решения штаба будут внесены в постановление губернатора Ненинского автономного округа о введении режима повышенной готовности и вступят в силу с 25 октября 2021 года. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север.